Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Богодухновенной Псалтири. Сегодня мы будем читать 93-й Псалом, Псалом Давида, «Помяне Господи царя Давида и всю крутость его». В надписании этого Псалма, Псалом Давида, в четвертый день недели. Четвертые субботы, это по-славянски, то есть по нашему счисление, в среду, когда был предан Иисус Христос и Юдой предателем. Григорий Низкий видит в Псалме, особенно 20-21 стих, немало пророчеств, относящихся к этому событию, предательству Юды. В Ветхозаветной церкви он может быть воспеваем в четвертый день недели. Так пишут Афанасий Великий, Феодорит и Зигабен. Сам Псалом не имеет надписания в еврейском прочтении, но в Септуагенте и в славянском надписании есть. И мы читаем «Бог отомщений, Господь, Бог отомщений, явился». Господь пришел в этот мир в Своем первом пришествии не для того, чтобы судить мир, тем более не для того, чтобы совершать мщение, а для того, чтобы спасать мир. Но в Своем втором пришествии он придет именно как грозный судья, который воздаст всем, делавшим злое, всем тем, которые не раскаялись в своих грехах и своих преступлениях и сами таким образом обрекли себя на вечную муку. «Бог отомщений, Господь, Бог отомщений, явился». Отомщение обычно совершается в связи с каким-то событием, каким-то преступлением, так как отцы относят этот Псалом к событиям предательства Иуды, которое произошло в среду, четвертый день от субботы еврейской, то, может быть, имеется в виду отомщение Божие тем, которые предали Христа. Но при всем при этом святые отцы настаивают на том, что мы не можем обвинять, например, только еврейский народ в том, что они предали Христа, и только римлян в том, что они его распяли. Христос предается нашими грехами, нашими пороками, беззакониями и распинается нашими нравственными и моральными преступлениями. «Бог отомщений, Господь, Бог отомщений, явился». По-славянски «не обинулся есть», то есть не замедлил. «Явно предстал и открылся как бы в речах и делах». «Восстань», второй стих, «восстань, судья земли, воздай возмездие гордым». А с греческого буквально «поднимись», «поднимись», по-славянски, «вознесися», «поднимись, судья земли, воздай возмездие гордым». Бог действует в этом мире как с сокрытием своего лика, так и с открытием своего лика. Так вот, в день суда он будет действовать с открытием своего лика. «Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут хвалиться, будут произносить и говорить неправду, будут говорить все совершающие беззаконие, их речи – коварство, их речи – это ложь, их речи – это преступное подстыкательство. Когда же они умолкнут, и Слово Божие будет торжествовать над этим миром». Апостол Петр пишет в своих посланиях, «Говорит ли кто? Говори, как слова Божие». То есть очень важно, чтобы мы не участвовали бы в коллективных грехах наших современников. Их слова, их угрозы, их взаимное оскорбление – это не путь христиан. Мы должны дистанцироваться от таких людей. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, «Не сообразуйтесь с веком сим». «Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут хвалиться, будут превозноситься, будут превозносить и говорить неправду, будут говорить все совершающие беззаконие, народ Твой, Господи, они унизили и наследие Твое обидели». То есть превозношение нечестивых, все эти клеветы, все эти угрозы по отношению к народу Божию. «Народ Твой, Господи, они унизили и наследие Твое обидели. Вдову и сироту умертвили, и пришельца убили». Кстати, это страшное преступление обижать вдов и сирот, убивать пришельца. Эти грехи вопиют к небу. Кстати, немногие грехи, о которых в Библии сказано, что они вопиют к небу. Убийство вопиет к небу. Помните, кровь Авеля вопияла к небу. Притеснение вдов и сирот вопиет к небу. Содомский грех вопиет к небу. И не вовремя оплаченный труд вопиет к небу. «И сказали», то есть эти нечестивые, которые вдову и сироту умертвили, и пришельца убили, «И сказали, не увидит Бог и не узнает Бог Иакова. Образумьтесь же, безумные в народе, глупые, наконец поймите, устроивший ухо, то есть Бог, который сотворил ухо, не слышит ли сам? Или создавший глаз не видит ли? Уже ли не обличит наставляющие народы тот, кто научает человека разумение, сам разум, возможность мыслить и даже злоумышлять. Это связано с тем, что Бог вдохнул в человека разум. Но не для этого, чтобы злоумышлять. И глаз дан не для того, чтобы смотреть туда, куда не надо смотреть, и ухо не для того, чтобы подслушивать за другими людьми. Господь знает помышления людей, что они суетны. Блажен человек, которого наставишь ты, Господи, и от закона твоего научишь. То есть в противоположность нечестивым, помышления которых Господь знает, блажен человек, которого наставляет Господь и от закона своего научает. Чтобы пребывал он кротким. Что значит кротким? То есть в противоположность гордым, которые превозносятся над вдовами, над сиротами, над пришельцами. Чтобы пребывал он кротким со дня бедствий до тех пор, пока не выроется грешнику ров. То есть терпение до дня суда. А когда нечестивые пойдут в вечную муку, тогда наказание их объемлет. Феодорит, Зигабен дает такое объяснение. Во время земной жизни все до могилы и посмертного суда всеобщего, над которым будет приговор о вечном страдании грешников. То есть во время земной жизни до могилы и посмертного суда всеобщего. Да, мы проявляем кротость. Но когда Господь расставит все по своим местам, отделит одних от других, здесь уже не надо будет проявлять терпение, потому что Господь сам рассудит между нами и нашими противниками. Как сказано, мне отомщение, и я воздам. А мы должны проявлять кротость смирения. Ибо не отвергнет Господь народа своего и наследие своего не оставит, пока правда не возвратится в суд, а также и все держащиеся ее право и сердце. То есть Господь будет защищать нас до дня суда. Кто восстанет за меня на лукавых, кто станет со мною против совершающих беззакония, восклицает Давид. «Если бы Господь не помог мне, вскоре вселилась бы в ад душа моя, когда я сказал, поколебалась нога моя, тогда милость твоя, Господи, помогла мне». А милость проявляется в тот момент, когда наших заслуг недостаточно. милость – это благодать. Милость – это то, что незаслужено. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, по благодати, значит, не по делам. «Когда я сказал, поколебалась нога моя, тогда милость твоя, Господи, помогла мне». То есть пока мы живем и соблюдаем закон Божий, мы наслаждаемся общением с Богом. Но когда нога поколебалась, уклонилась, мы упали в какой-то грех. Что нам поможет в этот момент? Милость, благодать. «Где преизобилует грех», пишет апостол Павел, «там преизобилует благодать». Ведь милосердие проявляется по отношению к упавшему, страждущему, оступившемуся. То есть Господь упавшего подымает, не так, как в миру упавшего добивают ногами, а подымает заботливо. Как в одном монастыре я наблюдал, один брат сильно стал пить, и монахи окружили его таким вниманием, такой заботой, чуть на руках его не носили. То есть не было отторжения их от этого человека. Они воспринимали проблему брата как свою собственную проблему и вымолили его. «При умножении страданий моих в сердце моем утешения твои веселили душу мою». То есть в сердце умножаются страдания, а Господь веселит надежды душу. «Да не будет присущ тебе престол беззакония, создающий обременение вопреки повелению твоему». Это чуждо для Бога. Престол беззакония, ибо суды Бога — это праведные суды. Они будут преследовать душу праведника, вот эти престолы беззакония, то есть правители беззаконные. Они будут преследовать душу праведника и неповинную кровь осудят, то есть прольют неповинную кровь. «Но Господь был мне прибежищем, и Бог мой, надеждой мне, помощью». То есть прибежищем, когда надо было скрываться от таких нечестивцев, как царь Саул, который беспричинно гонялся за Давидом. И последний стих этого псалма «И воздаст им Господь за беззаконие их, и по лукавству их погубит их Господь Бог». Все отцы церкви видели здесь последний приговор над иудеями, осудившими и распявшими Христа, а вот этот престол беззакония – это совещание против Христа, а действие предательства иуды описано здесь как попытка совершить измену и восстать на Творца Вселенной. Это сложный псалом, но это псалом предостережения для тех, которые, назвав себя верующими, не сохранили своего достоинства.